Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и короткий анонс, что будет в нашем выпуске. Новые форматы и технологии. В Дагестане стартовал медиафорум, региональные СМИ и новая цифровая реальность. Все подробности через минуту. Еще один штамм коронавируса. Готова ли республика к омикрону? Вопрос обсудили на специальном совещании правительства. Папаха, бурка и кинжал. Снайдер в горах Дагестана стал своим парнем. Американскому борцу даже выделили земельный участок в Чародинском районе. Об этом расскажем в спортивном блоке новостей. В Махачкале стартовал медиафорум, региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности. Цель мероприятия – развитие региональных средств массовой информации с использованием новых форматов и технологий. В работе форума принял участие и глава Дагестана Сергей Меликов, который позже дал большую пресс-конференцию для журналистов, республиканских и центральных изданий ИТВ. Все подробности у Карима Даниева. Новая цифровая реальность – это новые условия работы для СМИ. Развитие социальных сетей и средств передачи информации навсегда изменили новостную среду. Сегодня журналисты и писатели страны собрались в Махачкале, чтобы обсудить новые средства коммуникации с читателем. Открыл медиафорум глава региона Сергей Меликов. В своем обращении он выразил готовность плотно работать с журналистами и ускорить обратную связь между обществом и властью. Сегодняшний форум должен стать хорошей площадкой и для общения, и для обмена лучшей практики, и, собственно, для решения проблем, которые волнуют людей. У нас средства массовой информации тоже относятся к структуре власти. И, наверное, то, что сегодня мы говорим о информальности этого отношения, становится все более более сильным. Посредством массовой коммуникации, массовой информации, многие вещи являются необходимыми для реализации тех задач, которые власть решает для народа. Мероприятие проводится с целью развития региональных средств массовой информации, а также для определения современного вектора развития. Поделиться опытом на форум приехал представитель государственного информационного агентства ТАСС. Михаил Калмыков за совместную работу в данном направлении. Такие форумы, они позволяют нам посмотреть друг на друга, и посмотреть, как далеко мы ушли, и не разбегаемся ли мы в разные стороны. Потому что с технологиями, с развитием современных технологий, очень большой соблазм, что большое журналистское пространство начинает фрагментироваться. И кто такие журналисты, кто такие блогеры, кто такой просто пользователь социальных сетей, не очень становится ясно. Поэтому такие форумы, мы должны просто для себя решить, мы идем по одному пути, или мы идем все-таки в разные стороны. И очень бы хотелось все-таки надеяться, что мы найдем здесь общие принципы, в том числе этические принципы, которые никто не отменял. Ключевым событием первого дня медиафорума стала пресс-конференция главы Дагестана. Более двух часов он отвечал на вопросы журналистов региональных и федеральных СМИ. До сих пор в республике остаются люди, у которых там несколько десятков гектаров земельных. Я абсолютно согласен с молодым человеком о том, что есть земельные участки сотен гектаров. Не гектары, не десятки, а сотен гектаров. Ну, бог бы с ними, да. Самое главное, что эти сотни гектаров земли стоят. Они вообще не развиваются никак. На них не растет виноград, они не являются пахотными. То есть они пахотными являются, но они не развиваются. Мы сегодня выявили гораздо большее количество земельных участков, которое предполагалось для того, чтобы вовлечь ее в хозяйственный оборот. Один из вопросов касался нашумевшего законопроекта о казачестве. Его задал общественный деятель Булла Чичан Калаев. Очень многих интересует закон по поводу казачества. По поводу казачества. На сегодняшний день, 38 лет, за 38 лет я ни разу не слышал, что хоть одного казака обидели в республике Дагестан. Говорят, будут какие-то патрули и так далее. Патрули тоже у нас есть. МВД, ФСБ, Следственный комитет и так далее. Но я говорю откровенно, как есть. Лично я, если бы был депутатом Народного собрания, я бы тоже был бы против этого закона. Этот закон, он не проблемен. Он всего лишь закрепляет федеральные позиции в отношениях казачества на территории Российской Федерации. Если мы сегодня должны привести нормативную базу в соответствии с нормативной базой Российской Федерации, мы должны это сделать. Но с другой стороны, мы должны это сделать так же, как я вам сейчас комментировал по закону по земных отборкам. Если кто-то не согласен, давайте мы сделаем так, чтобы этот человек согласился. Либо мы его увидим в каких-то позициях, в которых он не уверен, либо мы возьмем и поменяем те строчки, с которыми он не согласен. Прозвучал вопрос и о работе республиканского правительства. Меликов подчеркнул, что оценка работе регионального Кабмина будет дана после Нового года. Тогда же, возможно, и будут кадровые решения, отметил глава. На этом первый день медиафорума завершился. Мероприятие продлится до 11 декабря. Все это время в фойе исторического парка «Россия. Моя история» будет работать выставка федеральных и региональных печатных изданий. Также в рамках форума запланированы круглые столы по проблемам развития современных СМИ. Карим Даниев, Салман Гитихмайев, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане будет развернут обсерватор на случай выявления нового штамма SARS-CoV-2, омикрон. Совещание по вопросу о недопущении завоза в республику новых разновидностей коронавируса состоялось под руководством премьера Абдул-Патаха Амирханова. По словам специалистов, новый штамм стремительно развивается в организме человека при малейшем контакте. В данный момент на базе Каспийской центральной городской больницы установлены три бокса для тех, у кого будет выявлен омикрон. Нужно на территории Республики Регистан сделать обсерваторы для лиц, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией по омикрону. Также, помимо обращения Роспотребнадзора, было поручение, оно буквально пришло вчера, воли, потому что субъекты должны обеспечить открытие стационаров для медицинских и обсерваторов для лиц, которые подозревают наличие омикронов. В день Героев Отечества сотрудники Росгвардии навестили известных сотрудников ведомства, в свое время удостоившихся высоких наград от государства за боевые заслуги. Генерал-майор в отставке, ныне секретарь Совбеза Республики Магомед Баачилов, принял коллег в своем рабочем кабинете. Герою России вручили памятный подарок. Еще одного заслуженного героя России бывшего командира махачкалинского ОМОН Загида Загидова росгвардейцы навестили дома. В Махачкале завершается строительство сквера по улице Ирчи-Казака. На территории, прилегающей к памятнику известного поэта, вдоль тротуаров уже установлены скамейки и оборудована детская площадка. Здесь мы уложили новое плиточное покрытие, установили объекты уличного освещения и малые архитектурные формы. Также в рамках проводимых работ здесь появится родник, строительство которого сейчас проводится подрядной организацией. Все работы будут завершены до конца текущего года. Напомним, что сквер по улице Ирчи-Казака стал одним из семи новых общественных пространств, созданных в текущем году на территории муниципалитета. Их противостояние на ковре украшает мировую борьбу, а дружба служит примером для многих спортсменов. Борец Абдул-Рашид Садулаев пригласил на малую родину американца Кайла Снайдера, ингушского вольника из Турции Калоя Картоева. В Чердинском районе именитым гостям сделали подарки, а Снайдеру даже вручили сертификат на получение земли. О том, как встречали спортсменов, расскажет Курбан Рагимов. На ковре они соперники, а в жизни добрые приятели. Абдул-Рашид Садулаев ведет своих друзей в спортзал села Цуриб. Здесь почти 20 лет назад двукратный олимпийский чемпион начинал спортивный путь. Мы вольники, мы вольная команда. Со своим главным оппонентом Кайлом Снайдером Садулаев оспаривал золото в Токио, а с Калоем Картоевым боролся за победу в Рио-де-Жанейро. Именитых гостей в Чародинском районе встретили тепло. Подготовлена насыщенная программа. В адрес олимпийцев звучат приветственные речи. Не обошлось и без традиционной лесгинки. Здесь американец удивил всех. После такого Снайдера не могли не сделать почетным гражданином района. Американец сам заинтересовался, где и в каких условиях вырос Садулаев. Первый тренер танка рассказывает, какие качества привели его воспитанника на вершину Олимпа. Сейчас Магомед Магомедов готовит своему звездному ученику достойную замену. Он художник, он работает. А кто работает, тот в конце концов добивается своей цены. Ну работают многие в мире, а таких успехов как Ажи? Он не одарен ученый. И умный борец. Он не учился хорошо. И на внуках работал. После торжественных мероприятий делегация отправилась в родовое село Садулаева, Гилиб. Дома спортсменам ждал обед. На столе в основном блюда национальной кухни, аварский хинкал, мясо и чуду. К таким застольям за четыре дня в Дагестане гости уже привыкли, но о некоторых чемпионских секретах питания узнали только тут. К своим соперникам у меня бывает чисто спортивный интерес. Ну спорт это короткая вещь, но после спорта настоящая жизнь начинается. Поэтому, ну я это понимаю, что сегодня один выигрывает, завтра другой выигрывает. Ну спорт есть спорт. Еще одна приятная процедура – вручение подарков. Бурка, папаха и кинжал гостей посвятили в Джигиты. Вместе с этим Снайдеру дали сертификат на получение земельного участка. Такого внимания признается американский вольник, ему не оказывали еще нигде. Здесь очень добрые и гостеприимные люди. Очень красивая республика. И ты не знаешь, что дальше у тебя по плану. Каждый день новые приглашения. Я никогда не думал, что однажды окажу здесь. Очень рад, что узнал Бурашида как человека поближе. Но думаю, это не повлияет на наше соперничество на ковре. После обеда олимпийцы отправились в вертолетный тур по Дагестану. С высоты птичьего полета они увидели все красоты республики. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Чародинский район. После обзорной экскурсии по грамм Дагестана спортсмены встретились с воспитанниками спортшколы имени Садулаева. Здесь с нетерпением ждали именитых гостей и были готовы к долгожданной встрече. Хамзу Нурмагомедов продолжит. Перед входом в спортшколу собралась толпа детишек. Они наблюдают за каждой проезжающей машиной в ожидании, что вот-вот из него выйдет Кайл Снайдер. Известный борец, постоянный соперник их кумира Абдурашида Садулаева. Приехал из Америки, потому что он только у нас здесь будет и больше я его нигде не смогу увидеть. И еще из-за того, что он приедет с Абдурашидом Садулаевым. Спортсмены направляются в школу, по пути их тут же окружает аупарь ребятишек и просят сфотографироваться. Уже внутри борцовского зала Снайдеру удается пообщаться с воспитанниками спортшколы. Он не только отвечает на их вопросы, но и показывает некоторые приемы, которые олимпийский чемпион использует чаще всего на соревнованиях. Мы возвращаемся к щиколотке, шаг в сторону и выворачиваем. Уже на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, который был соперником, приехал своему же сопернику, это очень большое значение имеет. Это большое событие для республики, вообще для любого ребенка, который занимается спортом. Я думаю, это очень хороший пример. И это даст нашим ребятам хороший стимул. Все эти дни Кайло Снайдера сопровождает Авдурашид Садулаев. По его словам, американский борец в Дагестане – почетный гость. И соперничество у них остается только на ковре. Ему разницы не будет, где выступать. Ход проигрывает, ход выигрывает. На любых соревнованиях, даже на самый маленький турнир может поехать. Там проиграть ему ничего не стоит, дальше будет бороться. Все его так тепло встречают. Здесь столько детей сюда приехало. И все ему говорят, что мы за тебя до финала болеем. Кайло Снайдер в общении с журналистами признается, а такой радушный прием он встречает впервые. Хвалит не только местную природу, кухню и традиции, но и доброту дагестанского народа. «Это очень добрые люди. Я рад, что мне удалось с ними встретиться. Чувствуется так, что такое только один раз в жизни случается. Мне очень понравилась ваша еда, особенно чуду с творогом. Немного набрал вес. Дома я так много не кушаю». После общения и фотосессии Кайло Снайдер приступил к тренировке. Ведь уже 10 декабря он выступит на международном турнире в Хасаверте. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите наши новости. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова